вышел новый выпуск авторского проекта сильных новостей что приготовили для вас в этот раз а в гомеле на интернациональной косуля застряла в заборе как она вообще оказалась в центре полумиллионного города и почему коронавирус убрали из списка опасных болезней а еще гонорею и сифилис 17 февраля на календаре студии сильных новостей алексей шкуров а вы смотрите вечерний выпуск подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии погнали а у нас есть новый выпуск исторического проекта сильных новостей где мы рассказываем неочевидные факты про знакомые места в гомеле в этом выпуске речь идет о банной аллее в гомеле мы не только подготовили для вас факты об этом месте но и поговорили с местным жителем он кое-что рассказал об этой улице в гомеле так чем же прославилась некогда улица казенная что находится во дворах местных и почему в прошлом веке мылись в бане очень быстро вместе с историком юрием глушаковым совершили виртуальную экскурсию в прошлый век и прогулялись по современной банной и зашли в гости к местному жителю авторский проект сильных новостей гомель наизнанку многие в комментариях интересуются куда про положение вот она как раз надо этим работала смотрите на нашем youtube канале в мире животных в гомеле на интернациональной косуля застряла в заборе прямо в железных прутьях спасатели приехали на место и с помощью гидравлического инструмента достали бедняжку передали работникам спецкоммунтранса чтобы те отвезли животное к ветеринарам надеюсь с ним все будет хорошо но многие задаются вопросом а как вообще дикое животное могло оказаться в центре полумиллионного города белорусском обществе охотников и рыболовов говорят что в конце зимы такое может происходить животные истощены пропитание в лесу может не хватать в поисках еды они могут выходить в населенные пункты но переживать не стоит косули бешенством и не болеют и опять 25 в гомельском районе еще одно такси ушло под воду как сообщает освод 16 февраля недалеко от шарпиловки автомобиль такси выехал на подтопленную паводком и замерзшую территорию и провалился под лед на момент происшествия в автомобиле находились два человека но они самостоятельно выбрались и не пострадали машину помогли достать из ледяной ловушки спасатели сотрудники освода призывают водителей ориентироваться не только на данные навигатора но и на дорожные знаки а также состояние дороги хотел подзаработать денег но заработает серьезный срок в мозыре задержали наркокурьера который ехал к месту закладки сотрудники наркоконтроля осмотрели машину и нашли 17 фасованных свертков каждом было по полграмма часть закладок обнаружили в тайниках в ельском и мозырском районах экспертиза показала что изъятое вещество опасный психотроп альфа пвп милиция выяснила что мозырянин стал работать на наркомаркет примерно месяц назад чтобы забрать из тайников товар курьер съездил в калинковичский район после этого фасовал вещество и делал закладки мозырском ельском и хойникском районах за это получал деньги от интернет-магазина дома у курьера тоже было интересно там нашли 15 таблеток лсд и прочих запрещенных веществ теперь мозырянин проходит по уголовному делу по факту незаконного оборота психотропных веществ совершенных организованной группой педагогические практики так сказать учеников речицких школ собрали на онлайн встречу с заключенными если говорить более точно то в средней школе номер два была организована встреча с осужденными которые сидят за наркотики все происходило в режиме онлайн а привели на него тех школьников города которые состоят на различного рода учетов также на встречу попали те с кем проводится индивидуальная профилактическая работа сотрудница милиции выступавшая перед детьми рассказала им о состоянии преступности к вере незаконного оборота наркотиков и привела конкретные примеры юных сбытчиков и потребителей после этого школьникам предоставили возможность пообщаться с осужденными ребята могли получить ответы на свои вопросы что именно госстандарт запретил возить и продавать в беларуси в прошлом году списке 1381 наименование опасной продукции причины запрета как правило заключались в том что товары не соответствовали требования безопасности установленным в тех регламентах таможенного союза а также заявленным характеристикам чаще всего под запрет попадали электротехника пищевые продукты товары для детей подростков игрушки и продукция легкой промышленности но в прошлом году госстандарт не только запрещал в частности после устранения нарушений возить в беларуси продавать разрешили 72 наименования различной продукции почему коронавирус гонорею и сифилис убрали из списка опасных болезней об этом рассказали в минздраве сообщение пресс-службы сказано что в связи с положительной тенденцией в изменении эпидем ситуации и лечения а также совершенствованием санитарно-эпидемических мероприятий были исключены из перечня заболеваний представляющих опасность для здоровья человека следующие к вид сифилис и гонорея одно заболевание лучше другого что за странная схема белоруска так хотела накопить деньги на празднование собственного 18-летия что предложила подруге заняться проституцией а заработанные дать в долг в декабре 22 года 17-летняя учащаяся колледжа пинске попросила у сверстницы денег в долг чтобы с размахом отпраздновать совершеннолетие подруга ответила что помочь никак не может тогда первая предложила гениальную схему мол давай твоего имени зарегистрируем аккаунт на сайте знакомств и будем находить клиентов с которыми ты будешь спать за деньги а заработанные сможешь дать долг вторая подруга подумала и согласилась но все-таки спросила почему девушка которая нуждается в деньгах сама не хочет их заработать вот таким способом от ответила что у нее есть парень поэтому без вариантов предприимчивая дама зарегистрировала аккаунт от имени подруги и стала переписываться с мужчинами обсуждали условия виды интимных услуг и сумму оплаты в итоге подруг задержали милиционеры теперь возбуждено уголовное дело по статье об использовании занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего за это можно получить от 5 до 10 лет лишения свободы вот такой вот заработок снег дождь и порывистый ветер погода в гомеле на выходные субботу синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и метелей в некоторых регионах порыв ветра будут достигать 15-20 метров в секунду температура ночью в гомеле опустится до минус одного градуса днем ожидается от плюс 3 до плюс пяти воскресенье также не обойдется без осадков днем и ночью дождь и мокрый снег ночью также до минус 1 а днем от нуля до плюс 3 градусов на этом у меня все подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях ставьте лайки присылайте нам свои истории мы о них расскажем над выпуском работал алексей шкуров до встречи на сильных новостях и хороших вам выходных а